это что-то болит у меня кажись кирдык не отклонился один если чё сможешь снимать обзор ребята сегодня хотим поговорить о николая соболева но сначала хотим вам сказать микро новость то что слава гнойный получил люлей помните вот этот ролик наш связанный с ксимироном именем с дизастром там где вы еще в комментариях писали что по ходу на шизофрении ребят примерно про это мы и рассказывали вам вот сейчас различные доводы предлагаются кто за что почему дал славику пиздюле это конечно возможно и будет официальная версия что за какую-то песню кого-то там обидел либо еще что-то а на самом деле слова получил ментальных пиздюлей как мне кажется ментальных пиздюлей за то что он пошел не потому русло и они скорее всего и дальше будут возможно не такого характера что-то другое в жизни будет происходить потому что все увидели надежду гипотетически большей части аудитории а надежда всралась вот поэтому и пиздюля отсюда хотя говорят что из-за нового альбома какие-то песни он там напел и я читал что альбом просто не понравился якобы другого ожидали вот примерно ребят все но все думали гнойный красавчик сказал антихайп значит антихайп как он ресторатора предъявлял эрнесто заткни как он всем предъявлял да мы тут все уходит солнце а я вот такой растаманский красавчик и все поверили в это а он нафиг взял пошел с филькой на эту передачку и вот вот результат ленина пакет с кем записать дуэт за май как ленина что ленина пакет ленина ленина или ленина-ленина если бы он никуда не попёрся никто бы с рода не посмел бы ему пизделей дать знаете почему потому что вообще везде будут это фонила со всех сторон если кто гнойного тронет перед этим ребятам и он бы это чувствую к нему даже срода бы никто не подошел а здесь все дали гнойного пизделей и все скажет а так ему и надо нехер было на стс ходить и он это чувствуется собой потому и дали вообще ребят не особо нам верите потому что это сшизофрения столько лет ты на ютубе ролики. И пиздюля до сих пор не получите. Ребят, но все впереди, ребят. Кто мы такие, чтобы предсказать, будут пиздюля, не будут пиздюля? Но задумайтесь над этим вопросом, ничего случайно не бывает. СТС, пиздюля. Но это, опять же, наша субъективная точка зрения. Еще раз повторяю, вроде до сих пор пиздюля. Но вы все равно от нее почему-то бомбите. Хотя уголовники и все прочие сколько раз приходили, сколько раз интересовались, но вроде целые до сих пор. Как так? Странно. Да, ребят. Видимо, потому что на СТС не ходили. Мы просто, ребят, только небольшую часть уголовников показываем на своем канале, которые к нам приходят. И вообще рассказываем. И рассказываем, да. А так? А так? Так это много всего, чего было. Знаете, нам уже... Видос сегодня про Николая Соболева на Comedy Club. Коленька пошел на Comedy Club. И знаете, что? В чем был весь-то прикол? Я думал, сейчас я увижу там волю, которая его прикольно троллирует. А что же я там увидел? А мы увидели там такое, что я даже досмотреть не смог эти три минуты. Николай Соболев. Злой, зависть. Камеди. Клаб. Вот сейчас с вами будем смотреть. Ага. У нас в гостях популярный видеоблогер, один из авторов и основателей проекта Ракомакрофон Бранкс. Николай Соболев. А вот это нормально то, что они название перековеркали? Что? Как будто Харламов не знает, что это за канал, кто к ним пришел. Уже специально подъеба. И они вот... И подъеб такой, ребят, глупый. Как не магия на начальных этапах. А что? Подожди, подожди, там группа поддержки потеряла от сознания. Нет, это Коля. Это Колина мама, она его нашла. Вы видеоблогер. Да, все верно. Вы немножко ошиблись в названии проекта, который я раньше вел. Ну, честно, я... Ракомакрофон. Ракомакрофон, да, он называется? Ну, почти. То есть написано Ракомакрофон Бранкс. Это так? Да, так и было. Что это такое, расскажите? Мы снимали розыгрыши на улице, мы ставили моделирование в разные ситуации. Я и мой... Я ничего не понял. Он задал вопрос, что он перебивает Николая Соболева. Ему кто позволил это делать? Да ладно. Парень еще к проекту. Разные ситуации моделировали, к примеру, человеку становится плохо в России, в Америке, как отреагируют люди у нас, как отреагируют люди на Западе. Блин, какие интересные ситуации. И как? Мы насиловали девушек. Дедушек, что ты здесь называется? Мы насиловали дедушек. А, шутка, да? Шутка. Папа. У нас другой дуэт, не как у вас. И мы тут не насилуем дедушек. Это он их, что, гомосяками так назвал? Не знаю, не знаю. Это не самая интересная часть, ребят. Ну, ладно. Спасибо вам огромное, ребята. Я вас за это ценю. Ну, смотри, тут над Харламовым, ой, тут над Мартиросяном пошутили. Дедушка его назвали. Ну, здесь пока что не произошло ничего такого. Вот, ну, все нормально. Не слушайте нас. Дальше. Две минуты осталось. Вы с автор книги YouTube «Пучку спеху. Как получать фуры лайков и тонны денег». Это так? Это правда. Сколько денег выходит по кругу? В месяц. Вы, Юрий, идут сейчас, Павел? Не, ну, при чем? Ты написал книжку «Как заработать фуры денег». А, по мне не видно, нет? Что? Я зря начал дольше Гэппана. Николай, можете встать, чтобы женщины увидели, что такое дольше? Посмотрите. Вы выглядите шикарно. Вы выглядите, как концертный директор Киркорова. В общем-то, к этому я истребился. Спасибо. У нас есть вопросы, которые задают наши телезрители в группе ВКонтакте. Итак, сколько можно ругать ТВ и при этом только там и светиться? Ты был на всех передачах, включая самое днище «Пусть говорят». Ты оттуда начал. Ты был на «Пусть говорят»? Три раза. Да ну. Шесть раз я был выиграл. А это должна быть, хоть какая-то. Там валахов столько не был. Что ты там делал в столько времени? Я пытался отстоять, как мне казалось. Отстоять? Просто стоял? Мы говорили про образование. Мы говорили как раз-таки про законодательство. Про какое образование? Ты нагнал все 3,5 миллиона человек за один день. Просто пошел туда пропиариться. Ты думаешь, у нас полный зал дебилов здесь сидит? Ребят, вот это обращение Павла и Воли, это что, шутка? И это только начинается. Не, ну а что, не так что ли? Это так. Я соглашусь. Но я, сколько раз я смотрел «Комеди Клаб», первый раз вижу от Воли именно такой негатив. Ну слушай, я должен сказать, к нему каждый раз, когда блогеры приходят, от них вот именно такой негатив и идет. Тут даже дело у него Николая особо. Да? Я тут уже не первый раз за ними замечаю. Звезды нейтроллируют так, ну слегка по-доброму. А здесь даже нейтроллируют. Потому что невозможно троллить, когда ты к человеку испытываешь неприязнь. Где-то у тебя чуточка ненависти проскакивает. И когда ты считаешь, что человеку что-то незаслуженно далось. Вот эти люди вдвоем, которые стоят, ну хорошие комики, смеялся я над тем, что они делали. Но сейчас они себя показывают не с лучшей стороны. Они выказывают свою неприязнь и злобу. Они считают, что вот та популярность, которая у них абсолютно достойна этой популярности. А вот Николай Соболев здесь как будто сидит, ну он насран. Что это такое? Ты за счет ТВ пропиарился, черт. Ну это они нашли про этого Николая Соболева и сейчас ему ТВ вменяют. Но с другой стороны, что мало влогеров ходило на пусть говорят? И что все стали Николаями Соболевыми что ли? О чем мы говорим? Еще раз я вам скажу. Ребят, человек сделал два канала, как минимум. Два супер популярных канала. Вот один Рака Макафо, другой вот этот Николай Соболев сейчас называется, да? Он это сделал два раза. Это не совпадение. Если бы он один раз сделал, а потом обсирался бы постоянно, ну тогда можно было бы ему говорить. Или если бы он первый раз так сделал, а потом все остальное у него разваливалось. Человек два раза сделал это. Это не совпадение. Он знает, что он делает. Ты пришел туда такой красивый и сказал, все смотрите на меня, подписывайся на меня. Зачем ругать телевидение и шататься по всем программам, как это делаешь ты? А, так они заступаются за телевидение. Да, ребят. Вот и посмотрите, ребят, у нас битва телевидения и блогинга. Вот ты посмотри. Вот и вот, ребята, смотрите, два интересных комика, один стендапер превратились в двух петушков, которые защищают телевидение. Они не смогли выстебать Колинку Соболева правильно за что-то найти там определенные его характерные черты и начать его за это стебать. Они конкретно бесятся, что есть телевидение, и телевидение всирает Ютубу. И самое, знаете, серьезное, почему бесится? Мартиросян давал интервью Дудю, и он сказал, ну вот не выпускают их на Ютуб, иначе бы на Ютубе бы они всех бы нагнули своим Камеди Клаб, если бы они завели канал. Видно, что в Ютубе нет Камеди Клаб, и из-за этого популярность Камеди Клаб в широких прогрессивно-молодежных массах, да, не настолько большая, чем могла она быть. Потому что человек не может встретить нас в Ютубе. А ты уверен, что бы вы рвали в Ютубе всех? Юры, Дудя, не было бы рядом вообще. Ребят, ребят, кто следит, вы выпустите Камеди Клаб, все вот сериалы ТНТшные на Ютуб, а то вы видите, как два парня просто взбесились. Они должны были остро троллить, и они просто, слышь, ты чмо, ты на телевидении нажился, сделал себе популярность и говори, что телек говно. Да как можно про Колинку говорить, что он там какую-то себе популярность сделал? Он ее сделал еще сто лет назад, до телевидения. У него этот видос 10 миллионов, сколько лет назад набрал? Три года назад или четыре. Тогда это был вообще вверх. Там сам этот Эштон Катчер, кстати, репостил в Фейсбуке этот видос. Ну шутка ли? Это было три года назад или сколько? Херу знаешь, сколько это лет назад было. Это громаднейшая сумма. Часто 10 миллионов, это очень не слабенько даже сказать. Тогда это вообще была поднебесная цифра. И они говорят, да ты пропиарился с телекой. Ребята, ну я не знаю даже, что вам ответить. Ладно бы они бы это говорили в стиле шутки, злятся прям. Ну ага. Я в этом формате органичен. Ты органично вписываешься в формат передачи, где умирает бабушка каждый выпуск? На эти эфиры я не выходил. Смотри, уже даже Колю Соболеву лицо такое сквасил. Ну просто неприятно. Он не ожидал от этих людей такого. Смотри, ну на этих людей смотри. Ну давай, давай. Приходил. Ты что ты? Вот это. А Харламов даже у него пошутить не получается. Нет, он смог это сейчас отыграть, но пошутить у него не получается. Ну бесятся ребята, а? Подпишитесь к ним вот на инстаграм. Воле там Харламову, может им полегчает? Да вы нормально, все хорошо. Все хорошо у вас, ребят, будет. Вы нормальные подсосники телевизионных. Да, вы в Москве, у вас Comedy Club договора. Деньги молодцы, успокойтесь, все нормально у вас будет. А тут пацанчик никому, никакому продюсеру никогда очко никакое не лизал и прославился побольше у вас. Они думают, ну ни хрена себе, это же какое тапочка лизания-то надо пройти и цензурирование, чтобы такой популярности дойти, достичь, ребят. Ну мне кажется, никому не надо ничего лизать. Да ты охерел, а, слышь, ты с тобой. Да ты лежишь на что-то. Я даже сейчас шутить не буду, ты, потому что я не хочу шутить. Ты знаешь, сколько раз я сраку подставлял в различных кабинетах? Да я ни одну пи... Харламов, наверное, так хотел сказать. Ну вот, вот. Ну что-то, что-то остановился. Воля, наверное, сказал. Ну давай уже как-то поосторожней. Да, ну зачем знать, что ты кому-то подставлял? Да, да, да. Потому что и я подставлял, ну как бы все подставляли, ну что теперь об этом говорить? А ты, сука, никогда не подставлял и популярней, чем мы. Тогда ссутся с тебя все, с нас так несутся. Ах ты, сука, недырявая. Ох! Я понял, точно, точно, точно определение. Просто врем. Я там... Брунишка. Я, я подставлял. Ха, да, ну, брунишка-то есть. Да, Николай, классный, давай, Классный. Ну, Мартиросян просто... Ну, увидите. Я склоняюсь к тому, что он не особо подставлял, поэтому он так не подставлял, потому что, ну... Подставляли Мартиросян, это вот эти ребята подставляли, а Мартиросян нормально там. Поэтому он сказал, ребят, давайте успокоимся, Коля и Коля. Мы как бы свое возьмем, если нужно. Ну, злоба чувствовалось, злоба, ребят. Не нужно быть такими злыми. Ну, что вы. Ну, я понимаю снимать видосики, когда человек пришел к вам в гости, либо когда вы к нему придете, ну, это просто некрасиво. Они же по-любому его сами позвали? Так же просто не приходят? Ну, да, да. Ну, ребят, человека в гости так позвать и начинать его откровенно... Где шутки-то, где сарказм, где это все? А здесь одна сплошная зависть. Посматривайте обзоры, не магии. Смотрите, как правильно сделать, как правильно разобрать персонажа. Я уверен, мы увидели, что Comedy Club интересуется нашими обзорами в сериалах раньше, что вы смотрите. Смотрите, пожалуйста, схемы моделей к себе берите. Ну, 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 не гоже вот так вот издеваться. Ну, тебе Павел Боле скажет, я обсирал людей еще, когда вы сиську сосали. Ну, так не обсирал. Ну, я должен сказать. Так я еще в каком положении... Пашка, Пашка, вот когда на тебя, это у тебя обыск придет и клевету на тебя оформят, вот тогда мы скажем, все, красавчик, обосрал как надо. Вот это вот точно. Ну, ребят, я вам еще раз повторю, чем отличается не магия от того же Comedy Club. В принципе, мы же и те, и те проходимся по персонажам, только Воля вот воочию с гостями. Мы, собственно, с буржуазией московско-питерской, ну, и там еще и на раз залетная. Воля правду не говорит, а мы говорим, вот и вся разница. Поэтому вот так сраки горят у людей от нас, а от Воли... Воля просто красавчик, юморист. Я ведь уверен, даже если вдруг к Воле бы подошли гипотетически и сказали бы, ну, вот что думаете про немногие? Он сказал бы, не, ну, это вообще просто, ну, такой контент, так людей оскорбляют. Я уверен, Воля бы так бы и сказал, что он бы даже себя не вспомнил. Да. Поэтому, ребят, вот, бомбят, бомбят они. Нет, сам канал ТНТ, он старается, держится на волне. Ну, сериалы же есть хорошие. Ну, я тебе и говорю. Сам канал ТНТ, он поспевает за временем. А вот по поводу Comedy Club, ну, достаточно спорненько. Не, ну, пока все нормально, пока держится, но... тут что-то вот так вот потихонечку. Субтитры сделал DimaTorzok